всем привет друзья и в сегодняшнем выпуске лучших реплеев будет мефисто конечно эта машина появлялась уже в этой рубрике не один раз но тем не менее от этого бои не становятся менее интересными игрок под ником дед мороз покажет шикарную каточку просто с эпичнейшей концовочкой так что смотрите до конца но и не забывайте что если у вас есть хорошие реплеи какие-то интересные тащунские то присылайте мне их под видео в описании есть ссылка на мой дискорд либо группа вконтакте в общем-то от вас самое главное да если вы присылаете реплей то сам файлик обязательно присылайте как можно быстрее чтобы я успел его записать потому что как только проходит какое-то время реплеи просто перестают работать поэтому обязательно присылайте файл реплея плюс скриншоты результатов боя и так что у нас за каточка 11 на 11 восьмые уровни немножко семерочек в общем-то в начале как обычно до стандартная раскатка есть союзники верху на замке проехали светить вбл к проехала светить на зелени на 1 2 линии в принципе он стал такую стандартную позицию для и тэшек и ббм а где можно подсветить здесь как раз уже высовывается мардер парочку раз уже по-моему он получил но судя по всему первый залп от него который в начале боя запустил не зашел видимо либо не залетели либо что-то еще в общем пока пока у мефисто у мефисто у мардера все нормально но как только он еще разочек так вылезет конечно дуплет сразу будет его хоронить в целом а как обычно да на мефисто нужно играть все таки я вот каждый раз себя бью по рукам нужно каждый залп запускать наверняка не торопиться я очень часто бывает увидел цель сразу фау моментально выпускают туры и вот они пошли дымы дымы почему потому что мардер собирается судя по всему поджиматься и это прекрасно понимает игрок ставить его видимо на автоприцел запускает ему дуплет и шикарно залетает у мардера не получается подтянуться хотя наверное в целом в таких ситуациях нужно немножко позже кидать дымы чтобы у тебя была возможность так поджаться немножечко да выдерживаешь паузу потом уже кидаешь дымы и там уже все ты практически поджался но в целом плохая была идея да он пару раз нужно было это делать либо сразу на скорости потом уже поздненько это делать но а тем временем внезапно да вот пока мы все это смотрели как-то успела слиться вбл к аль хусейн ее продавил и первая вторая линия теперь уже потеряно вверху на замке куча противников в городе вроде бы как тоже там термик с бурлаком катаются и в общем-то да беспрепятственно абсолютно аль хусейн фуловый беспрепятственно начинает давить это направление без наверное даже какой-то там поддержки и встречать то особо некому там одна хризантем к вбр вообще афкшит что ли я не понимаю что он делает под городом нифига не короче не делает как обычно да любимые мои любимые ббм к которые нифига не делают и вот он как раз да аль хусейн уже начинает поджимать хризантемку здесь бы конечно он перестаивает очевидно перестаивает здесь бы подъехать поближе и аль хусейна пинать пока его хризантема светит тем более там еще и визелек есть но с другой стороны возможно он хотя бы в это время центр контролирует и подсвечивает чтобы не подъехали еще и здесь но вот здесь следите да вот просто я мне понравилось как он это делал моментально да вот он когда увидел возможность тогда начал стрелять так в принципе стоял вот пока этот парень вот здесь конечно полетела полетела даст через автоприцел судя по всему запускать туры то есть аль хусейн появился и он сразу не запускал туры он дождался момента когда аль хусейн будет бортом и четенько запускает ему туда дуплет но а тем временем вседают естественно хризантему там уже делать нечего было надо было уезжать подальше конечно и вот это мне нравится вот этот ход мне очень понравился в целом я так понимаю он оценил что на мини карте практически все противники светились и нужно мы вполне себе можно позволить переехать сюда но все-таки здесь оказывается еще один противник в него идеально залетает дуплет вместе с пожаром и это сразу ваншотная хризантемка но и теперь я думаю уже точно противников здесь не осталось и он может спокойненько кататься здесь не опасаясь дать но единственная проблема в чем счет 5 9 и этот аль хусейн поехал в спину к союзникам и союзников там практически не осталось или вот это вот вот это попадос ну то есть он вроде бы классно переехал грамотно но нужно не забывать таких моментов что вы когда ну в таких моментах как когда вы таки думаете так жопа 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 надо отсюда уезжать и вы открываете союзникам оставшимся живым вот таким образом дорогу просто прок против противникам точнее к своим союзникам спину открываете дорогу и здесь нужно как-то стараться естественно там отъезжать в сторону но хотя бы хотя бы как-то контролирует этих противников как-то пытаться все-таки их убивать и не давать им спокойно вот так заезжать в спину потому что в таких ситуациях конечно тогда скорее всего уже ничего не поможет и в общем так в этом бою как раз так и получается счет уже 36 и кто есть кто в живых то собственно бурлак да собственно бурлак которого буквально там сейчас на балкончике похоронят и есть союзная вбрка которая делает в общем то наверное правильный вывод пора остановиться на захват и честно говоря я вот здесь опять же не понял дед мороза да как он почему он решил играть по-другому мне кажется вот они все вдвоем здесь идеальный вариант пока противники далеко на замке вдвоем быстро стали и захватили да есть возможность что не хватит времени и к этому времени там буквально там через какое-то время приезжают противники вы не успеваете захватывать базу а к вам поджимается какой-то обт и все и разваливает вас да естественно есть такой вариант но не будем да не будем забегать вперед пока он сделал как сделал да он решил пока выберка берет базу такая наживка скажем так он отъезжает в сторону и подсвечивает подъезды и заодно если сейчас приезжать к выберки в упор он помогает отстреливать собственно этих противников и а их тут хватает выезжает первый пацан залетает в тур отлично добивает далее термик второй зал полетит второй залп нужен второй залп не торопится выцеливает вот просто посмотрите как он выцеливает как он это выцеливает максимально наверняка вот когда термик уже прям поджался прям развернулся точно бортом вот тогда он делает залп опять же на авто прицеле и это минус термик важный минус 8000 домашки 5 фрагов уже есть и счет 14 вот единственная проблемка есть аль хусейн все тот же катается у него пол хп есть мефисто почти фуловый ну и хорошая новость да есть бурлак с визелем они шотный так что в целом какая-то еще надежда есть на победку поехал в города для начинает кататься по городу и вот здесь конечно повезло очень вообще не летит от этого бурлака в принципе бурлак успел выстрелить вообще мимо и при этом его естественно уже дуплетом добивает минус бурлак это важно было потому что бурлак мог дать на тысячи полторы кумулями по быстрому свой дуплет и осталось найти остальных противников и как раз и вот она нарисовывается аль хусейн здесь правой стороны еще и гранатометчики начинают стрелять откидывает дымы начинает уезжать подсвечивается еще раз получает плюху от аль хусейна начинает просто убегать естественно перестреливаться с аль хусейна в такой обстановке не самая лучшая идея успевает все-таки до помогают дымы на скорости успевает оторваться от этого аль хусейна но есть еще мефисто который тоже может дать дуплета и в принципе нет здесь есть касс я вроде когда у него есть касс поэтому все нормально с дуплета от мефисто он не отлетает переезжать на базу здесь идет захват базы мы понимаем что какой-то один из противников здесь стоит и принципе хорошая возможность ворваться и добрать сделать минус и вот он как раз и это и это как раз визелек в него первый залп не летит 2 тоже не летит и вот тут начинается фейлы начинается фейлы вроде бы казалось бы там того визелька добить можно было бы доехать него и тараном но не получается его добить то ли на автоприцели птуры не полетели то ли здесь он как раз уже пытался сам завести но так или иначе делает в принципе грамотно не останавливается там перестреливаться с этим визелем потому что перезарядка во первых во вторых чем дольше ты остановишься в засвете на одном месте тем больше шансов что сейчас подъедет еще какой-нибудь другой противник и быстренько поможет этому самому визелю с другой стороны визеля нужно было добивать и вот тут конечно тоже такая ситуация опасная но как бы он опять же он помнил а я думаю что за ним еще летел аль хусейн и стоит ему там немножко задержаться подлетает еще в помощь аль хусейн и там уже скорее всего гг поэтому в целом наверное правильно попробовал залетел не получилось добрать и сразу делать дистанцию уезжает на расстояние теперь судя по всему уже противников там двое мне кажется кстати говоря куда делся счетчик вроде раньше обычно показывала сколько противников и вот тут героический гранатометчик который не которого не берут залпы птуров и вот только со второй попытки но здесь он отдает конечно позицию здесь он засвечивается противники видят где он даже какой-то залп полетел скорее всего от мефисто и таймер то тикает времени 90 секунд до захвата базы в любом случае нужно возвращаться и пытаться как-то сбивать иначе просто будет поражение и я честно не понимаю тех людей которые вот так отыгрывают иногда так ну их там трое я один шансов у меня нету я поехал сэйвится чтобы не умереть чтобы на не знаю чтобы какой-то там парна процент его какой-то выживаемости не повлияло это ну в общем и тут высвечивается мефисто как раз неудачная на самом деле неудачный вариант откуда он решил поджаться нужно было через первую линию заезжать естественно но к счастью есть хорошая новость до 2 хорошие новости у мефисто не было коза и в общем-то а у него было ему повезло но здесь вылетает аль-хусейн внезапно откуда он здесь взялся я думал что если честно он стоит на захвате уже аль-хусейн появляется просто в центре карты неожиданно врывается со своей плюхой и теперь но не пробивает кстати вот здесь да он танкует этот выстрел последний который мог быть последним потому что 474 урона у него осталось 432 опять же грамотно отдымился и получается у него уехать в сторону но аль-хусейн примерно понимает куда он поедет запускает один залп второй залп но здесь уже на автоприцеле в лицо чтобы хоть как-то каким-то уроном забрать его хотя вот здесь опять же можно было не политься можно было все-таки переехать сначала и наверняка дать ему в борт потому что птуры опять же не бесконечные но как я уже говорил вот у меня у самого такое бывает частенько видишь противника постоянно в прицел запускаешь туры короче нормально хотя бы какой-то урон по-любому они нанесут но и аль-хусейн не оставляет надежды все-таки его догнать остается у него немного прочности первый залп залетает так себе второй залп добивает опять же здесь уже можно было просто его добивать каким-нибудь уроном неважно и добивает аль-хусейна шикарно самая главная угроза аль-хусейн принципе все делал грамотно давил просто давил и в общем-то хп-шка у него рано или поздно должна была закончиться к счастью для него минус аль-хусейн остается тот самый визель которого он в прошлый раз когда ворвался потратил два залпа но не добил и знаете в чем прикол посмотрите на его установки а установочки то не поднимаются они поднимаются они только по одной причине закончились птуры а есть еще визель и такая шикарная каточка и но здесь на самом деле не 12 тысяч а поменьше потому что там опять же за минометчика посчитали больше урона здесь будет 11 половиной тысяч урона и 8 фрагов из 11 человек он уже сделал 8 фрагов и остается один гребаный визель которому в прошлый раз просто повезло и что делать собственно говоря а чё вот что бы вы делали в такой ситуации напишите потом в комментариях как бы вы поступили ну давайте смотреть как просьб будет происходить уже у нашего сегодняшнего героя видео остается две с половиной минуты визель ок внезапно почему-то съехал захвата а но скорее всего он там съехал захвата когда помогал убивать аль-хусейна точнее когда аль-хусейн светил его он хотел наверное помочь аль-хусейна добить но там не получилось наверное не знаю наверное решил уже не возвращаться на захват чтобы опять же не палиться и судя по всему визель ок задумал одну простую вещь просто-напросто отстоять где-нибудь там в углу потому что он шотный с мефисто страшно дуплет от мефисто он-то не знает что здесь птуров уже нету поэтому я думаю визель ок просто сказал ну нафиг я где-нибудь аккуратненько постою оставшиеся две минуты пускай будет ничья хотя опять же я обычно таких случаях все равно играю либо для твоей статистике ничья или поражение одинаково абсолютно одинаково в минус тебе пойдет поэтому таких ситуациях я лично предпочитаю рисковать да пусть уже пусть до мефисто пусть у него там есть касс опять же и дуплеты но попробовать всегда стоит но а тем временем дед мороз потихонечку потихонечку двигается думает опять же что с этим делать пытается как-то высветить этого визеля и остается в принципе что можно вообще придумать с этим визелем когда у тебя не снарядов то единственный вариант таран и в общем-то у визеля прочности немного но опять же до визеля нужно доехать визеля еще нужно найти и вот такими плавными да плавными про каточками там посветил нету там посветил потихонечку двигается ну по крайней мере к тому месту где был визель хотя визель конечно уже уже 10 раз просто мог оттуда уехать на другой конец карты вообще на замок куда-нибудь или фиг знает куда остается меньше минуты боя и печально конечно печально отпускать такую каточку когда ты тащил до последнего и остается один визель но вот он как раз высвечивается 200 хп он просто начинает на него ехать визель сначала общей по ним не понял что происходит сам откинул дымы только потом его видимо высветил но уже поздно кидает первый птур вообще не попадает и он просто нагло едет на него в упор и это тараном это таран и минус визель последний фраг это просто шикарнейшая концовочка при этом три ордена 9 фрагов и 11 с половиной тысяч урона вот это точно на лучшие реплеи пишите в комментариях как вам каточка присылайте свои реплеи увидимся в следующем выпуске пока